все помнят кремлинам 8 31 если бог за нас то кто против нас давайте посмотрим в каком случае я почему хочу затронуть я про себя скажу вначале бывает вот пришел к богу раз библию прочел два библию прочел а потом что-то понял что-то не понял ну наверное процентов 20 понял остальное не понял ну и где-то вот туда-сюда туда-сюда но потом приходит время что вот приходит время второй класс уже как бы идти расти и надо больше разбираться и копать вот я вот думаю если бог за нас то кто против нас да а в каком случае мы лежим на диване и бог там за нас или бог за нас но он идет перед нами и мы за ним согласно и вот второй случай ну второе слово в догонку в догонку скажу к этому есть такое слово прибудьте во мне и я в вас как это понять вот это как раз относится когда бог за нас мы должны где быть пребывать в нем совсем недавно у нас было когда молитва за служителей за пастора в том числе мне было такое откровение молились за пастора и я думаю молюсь 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 и думаю что то вот при пришло слово и и стал вот и стала начала размышлять и о ли такой и начинаю ей объяснять вот все понимают спасибо детям что у нас есть дети вот вот молодой христианин приходит ну розовый дан у глаза такие большие просто молодой христианин приходит что делает ну живет но когда мы идем за богом ну я просто добавлю когда молодой христиан приходит мы сразу что становимся первой мишенью для кого для дьявола потому что он хочет что погубить отвести убить и так далее и когда мы приходим к богу что мы приходим вот очень понятно будет конечно рыбок у меня нету но мы должны чтобы приходить к христу и он должен быть в нас самый простой пример я люблю сравнение мы в христе и всякая атака которая идет от дьявола она что а мы в христе то есть бодрствует а что бог говорит тем кто будет пребывать в нем иоанна 15 4 7 прибудьте во мне и я вас как ветвь не может приносить плода сама собой если не будет на лозе так и вы если не будете во мне я есть лоза а вы ветви кто прибывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не можете делать ничего кто не прибудет во мне извергнется вон как ветвь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают если прибудете во мне и слова мои вас прибудут то чего не пожелаете просите и будет вам далее иоанна 16 33 сие сказал я вам чтобы вы имели во мне мир то есть находясь господи имели в нем мир в мире будете иметь скорбь но мужайтесь я победил мир то есть когда мы пребываем господи имея мир и всякое невзгоду мы проходим далее иоанна 17 21 да будет все едино как ты отче во мне это слова иисуса к богу да как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино это это про нас то есть мы будем в них едино да уверует мир что ты послал меня и далее 23 стих я в них и ты во мне да будут совершенны воедино и да познает мир что ты послал меня и возлюбил их как возлюбил меня как бог возлюбил христа так и он возлюбил нас и далее к филиппийцам 4 9 чему вы научились что приняли и слышали и видели во мне то исполняйте и бог мира будет с вами хочу подвести небольшой итог того что когда мы приходим к богу мы получаем от бога обетование мы знаем что он за нас страдал и мы спасены да но мы вот как маленькие рыбки черепашки плаваем сил не имеем далее когда бог действует нашей жизни мы получаем крепкое основание согласитесь когда человек получает исцеление он не может молчать и говорить если ему скажут извне что ты лжешь так внутри такой протест будет да не может такого быть потому что это действительно так а далее когда мы двигаемся за богом он показывает нам правильный путь чтобы те пути ложные от дьявола отсечь так вот поэтому хочу немного сказать о том что чтобы задвигаться за богом надо слово познавать надо в нем углубляться надо двигаться и слава богу что когда-то ко мне это тоже пришло и но это удерживает в росте в развитии и поэтому хочу анонс сделать что каждый вторник четверг у нас все знают что утреннее служение 8 30 но приблизительно 8 38 40 потому что где-то кто-то задерживается и на протяжении часа мы общаемся по слову углубляемся да рассуждаем это не я разговариваю а мы я я тоже много чего не знаю еще и поэтому совместном общении мы познаем и со вторника мы начинаем новый формат служения у нас есть определенные рабочие тетради для каждого где придется подумать поразмыслить о своих отношениях богу и потом мы вместе будем общаться и но так сказать оттачивать божье слово своих жизнь